Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футболота Жизни и это продолжение нашей карьеры за Зенит. Перед началом этого видеоролика хотел бы вас попросить подписаться на мой канал, потому что большой процент зрителей смотрят мои видеоролики без подписки, поэтому если вам понравился этот ролик, обязательно подпишитесь на канал, вам не трудно, мне будет приятно. Ну и также, кто не знал, у меня есть второй канал, игровой канал RNT, ссылочки на него есть в описании под этим видео, поэтому кому интересна игровая индустрия, игровые прохождения, буду рад вас видеть на моем втором канале. Ну что же, а мы начинаем. Итак, сегодня у нас выездная игра в чемпионате России против Рубина, потом домашняя игра в Лиге чемпионов против Андерлехта и также домашняя игра против Ростова, тоже в рамках чемпионата России. Поэтому давайте сейчас будем переходить, но я тут зашел, давно вот не записывал карьеру за Зенит и наткнулся на то, что вот у нас есть 4 защитника, мы как-то так договорились, я не знаю, вот, с подписанием. Так, ну здесь вот Джо Гомеса у нас хотят, да, я так понял, мы хотим купить Джо Гомеса, но у нас денег, по крайней мере, пока что нет. Вот, поэтому я жду, я так понимаю, вот мы продали, так, там, по возрасту надо посмотреть, мы продаем, да, защитников, вот у нас Ловран и Ракитский, вот, поэтому Ракитского мы уже продали, деньги к нам уже пришли, поэтому мы ждем, когда по Ловрану будет предложена сумма от Лестера, например, либо от Ниццы. И мы, естественно, его попытаемся продать, так же, ну и все, а дальше-то у нас все нормально, тут тот же Лунев, но пока что я не знаю, стоит либо нет его продавать, вроде как он вот идет на спад, то есть сейчас у него уже будет 78, там 77, поэтому как-то так. Посмотрим, по крайней мере, наверное, сейчас надо, естественно, решить вопрос с нашими защитниками, ну а дальше уже там и по рейтингу надо будет немножко посмотреть, пока что голкипера оставим мы в покое, у нас самый низкий рейтинг, это вот тот же Терентьев, мне очень не нравится, что у нас правый защитник 67-го рейтинга, который не может, если что, заменить кого-то. Поэтому давайте переходим к матчу. Рубин против Зенита. Что у нас здесь по составу? Ну, вообще, все самые ключевые игроки у нас на поле. То есть я не знаю, стоит ли кому-то там дать шанс? Честно, не знаю. Давайте все так и оставим. Посмотрим, что из этого выйдет. По формам все замечательно. Рубин против Зенита. Поехали. Итак, Казань-Арена, Зенит. Сегодня приезжает в Республику Татарстан. Интересный матч. Ну, важный он точно, потому что сейчас для нас каждый матч в чемпионате России будет важным. Нам надо набирать очки и держаться на первом месте, поэтому будем пытаться отрываться от второго места. И Габи Жезус 1-0. Вот так вот быстро, 9-ая минута. Первый же буквально наш удар. Ну, действительно, первый. И сразу же гол. Габи Жезус молодец. Вот не зря, не зря мы купили его. Ну, не факт, что с Дзюбой было бы ему комфортней. Вот. И как-то интереснее было это выглядело. Но в любом случае мы за продвижение нашего российского футбола, поэтому я и решил продать Дзюбу в АПЛ, тем более в Лестер-Сити. Поэтому вот такой классный гол изобрал, да, Жезуса из этой конкуренции в АПЛ, чтобы Дзюбе было полегче. Дуглас Сантос. Подача хорошая на Азмуна. Азмун забивает головой. Отлично. Забивает Азмун в своей бывшей команде. Замечательно. 2-0. Азмун и Жезус забили пока что по одному мячу в сегодняшней встрече. И Сантос записывает на себя голевую передачу. Ну, очень была хорошая здесь. То есть тут, наверное, вопрос к защитникам. Тут в офсайде был, наверное, Азмун, но, оказывается, нет. Жезусу тоже сейчас не дали пробить. Ну, а здесь Жезус забивает Дубль. Отлично. Ну, просто сейчас громим. Громим. Рубим. Ну, классно. Очень классно сейчас у меня получилось отыграть. Особенно вот этот третий гол. Очень хорошо. Здесь столько было сейчас вариантов, как продолжить. Вот здесь почти получилось. Здесь еще выиграли верховой единоборств. Вот здесь еще и пас от Азмуна на Жезуса. Молодцы. Интересно. Но сейчас, наверное, все-таки Жезус будет лучшим игроком матча. У него Дубль. У Азмуна гол плюс пас. Поэтому я не знаю, что здесь для проэволюшена больше ценится. Но, мне кажется, все равно будет Жезус. И все. Разгромная победа над Рубином в рамках чемпионата России. 10 ударов, 8 створных. То есть здесь прям все закономерно. Жезус да игрок матча. Хоть и у Азмуна одинаковая оценка с ним. Но все закономерно. После восьмого тура мы все так же опережаем ЦСКА на 2 очка. Так что все супер. Так, у нас Лига чемпионов сейчас играем против Андерлефта. Что у нас здесь? Тах. Таха мы, кстати, можем сейчас подписать. Вот я не знаю, кто лучше даже. То есть, ну вот сейчас вот за сезон у Таха даже оценка лучше. Но именно в Германии. Он все-таки в Байере. А Гомес в Ливерпуле. Аки, кстати, тоже мы можем подписать. Но тут рейтинг не сильно даже и отличается. Ну вот. Тах постарше на один год, чем у Гомес. Аки старше всех из этой банды. Вот. Ну вот Гомес и Аки играют в АПЛ. А, ну кстати, Таха они и на трансфер выставили, я так понимаю. Вот у него список трансферов. Значит, Таха действительно хотят продать. Я не знаю, ну давайте Таха тогда будем покупать. Потому что нам на Таха уж точно хватает. Тут еще и перепродажа 20%. Поэтому давайте мы принимаем и покупаем Таха. Но это вместо, получается, Ярослава Ракицкого. Вот. Ну теперь будем ждать, что там скажут нам по поводу. Так, ну я так понимаю, все там уже, да, как-то написано будет. Да, переговоры вымечались успехом. Все, вот этих парней мы пока что ждем. Вот. Если вот Лоурен только получим и по нему предложение, нам там хватит на покупку, мы обязательно возьмем кого-то из них. Дрюси и Жезус попали в сборную месяца. Жезус теперь у нас гладиатор. Пикфорд у нас боец. Что у нас здесь? Оссорио минус один к рейтингу дал. Поэтому как-то так. Так, ну у нас игра сейчас, да, против Андерлехта. Не помню уже какой тур Лиги Чемпионов. Так. Вот Сантос не будет играть, будет играть Куговой. С фотографией Киржакова. Ну и я даже не знаю, стоит ли Мостового выпускает. Давайте попробуем. Вот так вот. Посмотрим, что из этого вообще выйдет. Даже Дрюси, наверное, возьму на скамейку запасных. Все. Вот таким составом мы выходим на матч против Андерлехта. Поехали. Итак, Зенит против Андерлехта. Лига Чемпионов. Мы в Санкт-Петербурге. Поехали. Паласиос. Ой, как на Мостового-то. Мостовой. И Мостовой пробивает. Но неплохо, неплохо. Хороший момент. Мне понравилось. Снова грубо как-то так играет сейчас Андерлехт. И Жезулус мне прям по центру. Вот это вот обидно на последних минутах. Атака в матче. Ну, ой, 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 ой. Как же обидно. Вот снова не получается. Столько моментов сейчас было у Зенита. Но до удара дело не смогли довести. И все. Нулевая ничья. После этого. Я не знаю. Мне кажется, у нас ударов-то и в створ не так много. Три удара, один в створ. Игра равная была. Просто не получился реализовать. Ракицкий еще и ужасную оценку почему-то получает. Вот. Ловрен стал игроком матча. Так. Зенит. Вот сыграл ничью с Андерлехтом. Мы все равно вот на первом месте. У нас то есть три было победы. Пока что замечательно. Но вот надо было именно с Андерлехтом нам их обыгрывать. Было бы замечательно. Так. У нас переговоры. Моя команда. Азмуна хочет купить Эвертон. Мы отклоняем. Ракицкого. Мы продаем. И это все. Да. Только по Азмуну. Пришло предложение тоже из АПЛ. Мы отклоняем. Так. А у нас уже сразу же следующая игра. Против Ростова. Играем кстати дома. Ой-ой-ой. Опять ужас какой-то. А круговой выйдет. Выйдет. Йордан. Ассорева вместо Ракицкого. К сожалению. Придется играть Терентьеву. Не знаю стоит ли выпускать у нас Лунева. Давайте попробуем. Так. Ну и вместо Паласиуса наверное. Выпущу я Аздоева. Ну и вместо Жезуса давайте вот матч начнет Чалов. Вот. Там если что-то пойдет не по плану. Мы выпустим уже на наших игроков. Так. Что у нас например по. Давайте Ловрен выведет. Да. Команду. Все. Зенит против Ростова. Поехали. Итак. Газпром арена. Зенит снова принимает на своем стадионе очередную команду. Прошлый матч завершился здесь в ничью 0-0 в Лиге чемпионов против Андерлехта. Посмотрим как в чемпионате России. Зенит отыграет. Все-таки последний матч в рамках чемпионата России. Зенит обыграл Рубин на выезде со счетом 3-0. Ну и вот сейчас первый момент уже возник у Азмуна. Снова кстати Азмун играет против команды за которую он выступал. Который не играл в прошлый матч в Лиге чемпионов. Вышел мостовой. Неплохо кстати отыграл. Чалов. Ну и Чалов бьет мимо. С левой ноги с нерабочей. К сожалению. Бариус вроде аккуратно но нет с нарушением. Поэтому давайте я сразу же даже что Азмун там более уставший на поле нежели чем Чалов. Все равно нам надо побеждать. Поэтому Жезус выходит вместо Чалова. Неплохо. Жезус. Ой да опять же грубо играют. Жезус отлично отобрал. И Жезус. Хорош. Вот не зря Жезуса выпустили. 68 минута. 1-0. Снова забивает Жезус в чемпионате России. Вот у нас Джокер сработал. Мне кажется в любой момент. Когда бы там мы не выпускали Жезуса. Он будет забивать. Хоть в старте хоть в замены. Заменил Азмуна тогда. Раз мы все таки забили. На Шамуродова. Шамуродова вообще сегодня не видели. В матчах. Поэтому пойдет. Посмотрим на Элдора теперь. Вроде еще комфортный. И Шамуродов забивает своей бывшей команде. Какой пушкой а. Сам решил пробить и все. Не зря выпустили Шамуродова. Забивает именно Ростову. Так. Ну я подумал сейчас бы еще там над заменами. Давайте вот Фодена выпустим. Все таки уже и 2-0. И Фодена тоже сегодня не было на поле ни разу. И Дрюси. Записан на себя голевую передачу. Но здесь смотрите. Там и голкипер начал как-то выходить. Я думаю он сейчас носил. А он еще и лягушку такую подпустил. Мощную. Но гол очень классный. Как по мне здесь вышел. И Дрюси. Хорошо отдал. И вот здесь Шамуродов. Хорошо. Я просто действительно думал. На шару ударить. И это прошло. Аздоева провожают аплодисментами. Так. Ну здесь Дрюси может с подкрутки шлепнуть. Но нет. Дальний наверное сильно был удар. И не сильный выдался у Азмуна. Ой у Дрюси. Поэтому все. Со счетом 2-0 мы побеждаем. Жезус и Шамуродов вышли на поле. И забили. 11 ударов снова. 80 в руку. Посмотрите. Мы просто всех разрываем в чемпионате России. Надо теперь только побольше реализации подумать. Но вот у него в 5-0 оценку получил. Потому что ничего практически не сделал. Надо было через него поиграть наверное Чалов. Тоже 5-0. Поэтому абсолютно заслуженно мы его заменили. После 9-го тура мы опережаем все так же на 2 очка ЦСКА. Кстати там Рубин 21 мяч забили. Вы посмотрите. Но они и пропускают там. Для топ-5 больше всех. Но у нас пока же самое. Я думал лучшее. Но нет. У Спартака самая лучшая разница мячей. Ну вот. Так же как и мы пропустили. Мы меньше всех вместе с Спартаком пропустили. Ну пойдет. Так. У нас здесь переговоры. Скауты нам до сих пор находят центральных защитников. Я вообще не знаю зачем. Хименеса вот нам нашли. Нам уж точно на Хименеса денег не хватит. Здесь нам кого нашли. Давайте посмотрим. Диало. Интересный игрок. Так. Здесь у нас Холл Гейта из Эвертона. Тоже интересно. Давайте уже все таки будем искать мне кажется правого защитника. Вот. Потому что. Очень нашли много мы центральных защитников. Так что если Ловрена будем продавать. то найдем замену для него. Поэтому сейчас надо уже для Терентьева находить замену. Так. Вот у него кстати приходит предложение из Пунтихуэрба. Вот. Ну пока что нет. Пока что нет. Так Ассорио получил предложение. Но мы вроде как его не продаем. Поэтому оставим его в покое. Вот. Так. Ну и Терентьева. Давайте уже будем выставлять. Надеюсь мы там найдем ему уж точно замену. А вот насчет молодежки. У нас в молодежной академии никого там нету. Ли. Тот же вот Суарес у нас есть. Если что. Поэтому если не найдем. Подпишем Суареса на время. Так сказать. Так. Ловрен изменяя в роли. Теперь у нас боец. Лунев. Ассорио получили только по предложению. Все. На этом мы завершаем сегодняшний выпуск. В следующем у нас будет очень интересная игра против Локомотива. Которые сейчас не идут даже в топ 10 чемпионата России. Лига чемпионский матч против Паука. И также против Роттера. Которые идут кстати сейчас на девятой строчке. Поэтому интересные матчи нас будут ожидать. Подписывайтесь друзья на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик. Чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Ну а с вами был Андрей. Канал Футбол. Это же до новых встреч друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok